и снова всем привет это джейсон на канале old school games игра into the vr игра into the radius в варик короче одним словом если помните в прошлом видео я сдох я уже тут свой поднял и сейчас чешу домой потому что я хочу принести эти два артефакта получить за них бабло да кстати разобрался с фонариком оказывается тут надо на кнопочку было нажать они попытки катание подписывайтесь на канал у нас много ай-яй-яй больно как много что интересного по играм мы только начали поэтому подпишитесь поддержите поставьте лайк комменты все приветствуется дизлайк тоже в принципе почему нет если кто хочет кому не понравится да эта игра не дает ничего я еще с ними что наверх пошел периодически ходит я так скажу что мурашки похоже игра что у нас stalker чистой воды stalker ну как чистой воды нет не чистой воды как рюкзак у меня тяжелые оранжевым горит вот килограмм то есть ну в стиле stalker одним словом мы что имеем какая-то аномалия что-то произошло какая-то катастрофа есть аномалии всякие ну получается как зон отчуждения что ли тут присутствуют фантомы сейчас они должны у меня на пути быть потому что я их завалил да нет с фантомами даже самым легким и очень тяжело здесь есть настройках и убрать их все равно ссыкотно как-то атмосфера такая что прям ну блин по жесткому так скажем я вот здесь спустился подняться интересно можно погубить пойдем-то здесь аномалия знаю что это за карьер что это за место тяжко мне идти очень тяжелый рюкзак 33 килограмма ну кстати ну реально с 33 килограмма не так тяжело я не понимаю почему разрабы сделали так прям уходит уходит энергия я поставил ким 4 лучше на стамину на энергию чтобы быстрее можно было передвигаться наверно конечно эта тема эта тема и очень даже забавно первая игра кто смотрел видео предыдущие я рассказывал что первая игра это был half-life алекс это вообще был так скажем пик автомат отсюда так скажем пик кайфа так скажем я не знаю так куда мне идти болотки наверно я значит не туда пошел точно вот потому что ну реально взаимодействие с практически со всеми объектами все что лежит валяется оружие вот это все конечно было очень забавно и прикольно притом еще это притом еще это холлайф кто кто играл пара игре холлайфа то выросли на этих играх так скажем курсе вон туда надо вон туда он кстати этот чудик идет и даже не он идет ну пока он меня не не бил ничего со мной не делал но я думаю если встать и на его пути он тебя растопчет давай 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 да сейчас объясню куда что это за веревка зона поделена то есть на регионы как я понимаю и и и и и и и я перемещаюсь между между этими регионами сейчас я вот в этой зоне все на декорку я вот здесь мне надо сейчас дойти вот сюда как я понимаю да честно говоря его понимаю нет мне надо идти вот сюда то есть фактически мне нужно термайское шоссе да смешно надо пройти для карты да и эти зоны окружены таким туманом вот если пойти по веревкам ты попадешь туда куда попадешь туда куда надо если пойти просто туман можешь очутиться где-то где угодно только я не помню в этой же зоне или где-то в другом месте так мне короче получается надо наискосок идти здесь есть шелтер и здесь есть шелтер так что я думаю что а сколько нам осталось по времени так рука иди сюда ооо надо поторопиться все идем или спрятаться в филтере ну если что я посмотрю сейчас как это было по времени смысл в чем будет выброс и вот эти все артефакты вот эти они пропадут они мне нужны для миссии и какие-то там просто можно продать за денежку но вот так я медленно буду передвигаться почему потому что рюкзак тяжелый конечно очень можно было что-то выбросить но я что-то жадным так так побежали побежали интересно в воду можно наступить а кофе на но я удалился эти фантомы они появятся потом после выброса снова заново то есть фактически что ты их убил они снова появляются и 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 я это слышал фантомы конечно пугающе мне кажется я здесь не заберусь а нет забрался ну конечно он ухудшает состояние оружия так мы почти дома да теперь мне надо вот так что пройти напрямую до дома мы уже здесь были они нет я да я так и не записал то видео здесь можно какие-то вещи найти я по-моему потерял это трещит где-то где он трещит я не знаю это тоже фантом есть такой просто статический он стоит на одном месте трещит а есть который прям прям двигается 17 часов осталось успеем я думаю все последняя локация надо передохнуть на этом видел консервы но у меня уже дома их очень дофига хочу заглянуть туалет на бумагах есть и и туалет на бумаге тоже дофига ну смысле для чистки оружия короче для туалета на газеты мы подтираемся так и что у нас здесь фантомы не встретиться хотя опять устал на тяжело конечно я играть непривычки начинает болеть и спина и сейчас я в папках специальных мягких поэтому все окей как говорится стамины уже нету так я хочу посмотреть этот дом где он это что-то на вагоне что-то получается это шелтер когда происходит выброс по моему шелтер не позволяет уничтожить артефакты потому что когда происходит выброс просто все исчезает ну в плане я имею ввиду все фантомы ну интересно можно взаимодействовать да фиг там статически все исчезают вот эти все фантомы там какие-то объекты которые относятся к этой зоне и все и заново лекарства обязательно берем лекарства надо тоже подсумок есть такой можно положить я не знаю фонарик вот-вот-вот это очень сильно все пугает конечно да я думаю спорта ничего не будет да 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 икс мейте вот туда идти я специально фонарик взял нет я даже не думаю куда спускаться там я уже тоже бывал то есть в том месте в принципе я уже успел всех открытых зонах побывать что-то мне не нравится я забыл ну я уже не помню просто я говорю то я давно начинала эту игру играть а ну да все водоблокальняться здесь был фантом где-то убиты лежал не важно не тот здесь где-то лежал да очень не идет фига но мы главное успеваем поэтому волноваться меньше ничего нет он уже проход проход на базу так что базу наши на месте да я помню как я первый раз вышел на этой вышке сидел и мог решиться идти реально когда начинаешь ни черта у тебя нету ни оружия ни патронов ни денег трудов что купить поэтому больше ну ты и ты постоянно умираешь уже начинается псих такой типа ну чёрт что за играть на принципе действует реальности согласен но что-то очень сильные фантомы зверские даже когда их ставить на самую легкую степень дошел все равно они тебя валят противогаз сюда так вот ракетницы конечно освещает хорошо там но это все на продажу пойдем позже на сбагривать все на фиг чёрт что надо так давай посмотрим так дело нет видно было дисплей личное дело 650 картина картина бесценно картина мы дома поставим пока прошу здесь так мы пока не буду продавать я сейчас миссию сделаю доставка тяжелая спираль тяжелая спираль одна тяжелая спираль два все получаем бабки три пищи доставка две особые разломы это не особый здесь сломанный осколок это что нет а ну да а что такое на на а ну уже показал слепой поставил 250 все больше ничего не надо а теперь все остальное что у меня есть в рюкзаке в принципе сколько эти стоят вот эти спирали а сколько они просто спирали ну мы сейчас посмотрим сколько спираль стоит а так это может быть да что-то да что-то да что-то вот это не нужно вот этот осколок миссии относится да ну я тоже буду продавать если принес так ракетницу я оставлю блин или оставить с у меня много патронов мне кажется хорошо от фантонов фантонов отстреливаться давай не буду пока подавать 3000 до 3000 это 12 ксарей а я сейчас посмотрю что есть из этих я ученю спирт 762 357 вот все я вижу короче получается это двухстволка это какой вот это да еще заряжен короче весь смысл чем это двухстволка получается ты шмальную надо перезаряжать то есть у тебя раз два ду мало времени включается этот обрез это понятно вообще вот это конечно будет взять потому что я так понимаю хорошо защищать а у меня ни патроны до хера на нее ух не что я не могу достать корму ну не патроны слушаю я то есть сколько она стоит 3 косаря подстойте то есть поэтому мы этот продаем а а или 320 да и продаем вот этот что я могу купить ага купим его для ближнего боя я все и 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 нельзя погнали заберем такая вот такая нудятина интересный который исходит в виде моего звука так то она поинтереснее так а можно картину повесить куда нибудь давай вот сюда повесим очень жалко поставим здесь отлично потихонечку уют в инструментах то есть чтобы было еще оружие какое-то дополнительное так ракетница принципе попадается частенько но я оставлю одну этот нулевой мы оставим определимся что к чему так это дозвуковой одноковар распределим вот так чтобы можно было в первую секунду схватить лично так скучку это фигня короче ну почитайте вот что это поэтому я не знаю зачем я его ношу тут валяется тут чтобы без меня так и патрону и патрону пока брошу здесь вот так здесь у нас или вот эти вот кстати вот хорошие вопросы а вот так нет ни хрена не так ну уже должен как-то купил себе и кушку да я так понимаю он сюда должен так нет короче надо тренироваться мнение меток завалит быстро куда устанавливаться пошел нет он не вставляет сюда я думаю это кло да я думаю все сколько было зарядов да он заряжает сумки да Ну да, я не делаю. Все. вот и крюки соответственно мы возьмем эти патроны с собой теперь на почему я сказал что их у меня дофига вот они их дофига я прям здесь на дне положу пусть они у меня здесь лежат ну и кротич возьму тоже кротич тоже на всякий пожарный возьмут короче рюкзак у меня уже 20 килограмм будет весить я думаю что мы вот этот разрядим так ну то даже знаю куда нет обычный патроны куда-то бесследно исчезают 10 10 10 тоже 10 достают как дурачок среди здесь еще кто то есть гранат очки это не тут или вот поставим так получается у нас все здесь есть эти патроны я просто выброшу положи вот так их выброшу эти тоже не надо это тоже кстати у меня там их целый склад и там делать да короче одним словом вот это вот это основная основная деятельность туда эти страшно и ты сидишь тут этом ковыряешься я думаю все кто играл подтвердят это вот так надо сказать если вот так они не знали что они здесь есть любую секунду можно было взять а до звуковой 21 килограмм на смысле три килограмма ну воду положил 3 килограмма сказал потом тебе ус Nitel уже это весь ской я не знаю давноdrive блин я в прошлой раз так хорошо попал думаю что мы возьмем это обычно толпы следить валяются странно они по-моему не раньше в шкафу лежали ну чему они сюда и вот я хотел сказать улучшение оружия ну-ка пойдем посмотрим что можно с этим дробовиком сделать мне кажется будет более эффективно ближний бой так скажем замучивать так серьезно и петь на место столько нету я уже лукой-то пальцем в этот тянуть и плюс так две планки b для навесов отдача минус 34 патроны в патроне плюс 4 патроны хочу хочу на рекламу а зачем для планки улучшение уменьшение раздавал грабни чем прикол увеличение раздавал суши оставим так же давали банки что-то одну надо ну давай пока это сделаем так уменьшим отдачу кстати неплохо будет купить вот этот я даже не знаю как а как и планочки сделать как его называют эмулятор оружия эти джойстики крепишь тенируют побуду удобнее держать и прицеливаться и так далее так и все я это не буду делать так кто у нас тут берем вот так держу вот точно еще плюс 4 говорит 3 4 5 так вот еще один потом а все правильно я сейчас загнал просто патрон в подствольник тик фиксируйте иди сюда и как и почему назад не могу сделать так и что так ремонт ремонтируем тоже не стоять два часа 4 баксов да и все все что нет все ремонтируем 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 Вот и все. А вот мне интересно, навесы так. Если в фонарик, то есть фонарик, да. Улучшитель навеса, по-моему, купаем. Да, вот. Подожди, на калаш можно повесить какую-то еще планку? У него есть какая-то... Нет, не помню, сверху нет, надо что-то менять. Я так понимаю. Но я бы... Сзял какой-нибудь... Какой-нибудь, наверное... Давай, наверное, так делаем. С ним можно снять. Да. С него можно снять фонарик. Так. На него уже. Значит... Где здесь планка? А, ну вот. Вот оно. Все. Потому что это для ближнего боя, правильно? Так я понимаю. Ну, тут две планки, кстати. Хм. А что еще можно? Так. Давайте посмотрим. Прицел, прицел. Фонарик. А что это такое за тысячу тут? Лазер. А. Ммм. Для ближнего боя. Географический прицел прикупляется. Мне просто жутко интересно. Так что... Что он мне берет? Вот. Супер, наверное. Я хочу на калаш это сделать. Так, давай. Так, где больше. Так, прицелка. Фонарик. Фонарик. Климатор. Климатор. Так. С красной точкой. Получший. Лазерный есть. Так. Наверное, этот... Блин, ну так... Черт возьми, давай. Так, возьмем. О, нет. Это голубь, ну... Ну и как целиться на серьезную? Так, нет, фонарик не видишь? Не-не-не, ребят, что-то я... Давай на коллажь посмотрим. Где коллажь? Где коллажь? Где коллажь? Кто видел мой коллажь? Я его что, продал столь? А-а-а, господи. Инфаркт его случился. Так, давай его прицепим сюда и посмотрим, как это будет. Блин, мне не нравится. Мне не нравится. Я сейчас знаю. Можно крылать хоть подороже? 15 лет стыд. Давай тогда вот этот возьмем. Как раздевательство. За 1700 рублей за 200 продал. Дайм-ка к жизни. Не хитая. Так. Офигеть, как неудобно, а? Нет, серьезно неудобно. Вообще просто неудобно. Блин. Что-то я, конечно, лоханулся. Переодевание. Вот так. Ну, мы оставим. В принципе, давай тогда. Кто взять-то этот? Вот этот, наверное. Этот? Нет, 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 нет. Мы же погадые. На последние деньги крутить будем. Не знаю, что-то уже посерьезней. О! Ну, вот этот как-то более-менее. Хоть я примерно знаю, куда буду стрелять. Ну да. Ух, вот этот, конечно, классный. Все. Знаешь, как я тут подал крема? Слушай, а... Я думаю, здесь можно прицепить. Но это не планка Б. Это не... Вот этот... Блин. Блин. То есть... Буду влететь. Угу. Я хочу... Лазерный этот снять. Ну, не снимаюсь. Угу. Угу. Это планка Б. Ну, мы сейчас бросим посты. Да, думаю. Давай посмотрим, может здесь на планку Б можно переделать. запомнили. Угу. Угу. Ну, что это надо будет? Надежность. Давайте купим надежность. Замена крепления прицела на механический прицел. Угу. 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 Не знаю. Т.е. Я вообще не разбираюсь, короче, напишите в комментах, может, что я не так делаю, конечно. Наверное, механический поцел сделан, я, честно говоря, даже приблизительно не представляю, что это. Почему-то где рупится картинка, когда я двигаюсь вперёд-назад. А-а-а, механический прицел, ну я понял, ну слушай, ну я лучше его оставлю, в принципе, дофеня, дофеня, что за это слово. Так, выходь. А, некоторых тошнит от такого движения. Икс, что у нас здесь есть? Возьму ещё картечи на всякий пожарный, чувствую, бои будут очень сильные. Так, а... Есть? А, я вниз так вот так положу, если же... Да, этот брошь здесь сваляется, потому что ещё не... Не последнее оружие, так скажем. Так, смотрим. Нет, я не хотел взять. Всё, здесь у нас на месте. Ты серьёзно? Так, это что у нас за патрон? 7,62-51. Начинается. 7,62-51. Нет. А, я что-то и выяснил. По-моему, его не было. Не было у меня коробки для него. Ну, так скажем. Пусть здесь лежат. Шампура, шампура. Не, да, как они называются? Не шампура. Шампу, господи. Да, я давно уже в армии служил, поэтому не помню. Да, ещё разрабы добавили, так... Берёшь, так автомат. Понк? Нет. Понк? Айс. Ну ладно. Нет, ну не должен уже зафикситься. Забись. Ну, чтобы можно было его разобрать. Типа... Хотя, подождите. Режим переодевания. Да нет. Нереально. Я ничего не разбираюсь. А так бы было прикольно ещё забрать, его чистить внутри и так далее. Блин, прикольно. Ладно, всё. Смотрим, где я стою. Да, я думаю, это видео мы уже закончим. Так что всем... Всем пока. Подписывайтесь на канал. До новых встреч.